Многие спортсменки Владивостока известны сегодня далеко за пределами края и даже страны. Наверное, ни в каком другом городе нет таких бойких, активных девушек, которые порой выбирают чрезвычайно тяжелые и, казалось бы, неженские виды спорта. Но при этом, в своем деле, приморочки достигают немалых высот. Говоря о силе наших девушек, трудно не признать, что она порой гораздо выразительнее, чем мужская мощь. Жительницы Приморья сегодня довольно часто приходят в секции по карате, самбо, дзюдо, тяжелой атлетике и даже боксу. Порой начинают заниматься девушки, чтобы просто подтянуть навыки самообороны, а в итоге остаются и становятся именитыми спортсменками. Много девочек стало выступать на соревнованиях. Смотришь периодически мероприятия. В то время, когда занималась я, было, конечно, поменьше. То, что еще олимпийский вид спорта сделали, да, к сожалению, там пока несколько весов только. Но если сделаю полностью все высовой категории, я думаю, будут девочек еще больше. Но, конечно же, не менее заметны дамы в своих родных видах спорта, где проявляется вся их грация, красота и обаяние. Художественная гимнастика, синхронное плавание, чирлидинг, спортивная гимнастика. Каждая из таких дисциплин по факту только и развивается благодаря этому отнюдь не слабому полу. Мы набираем спортивно-здоровительный этап. Вначале просматриваем детей, больше игровые, общая физическая подготовочка. И потом уже и родители, и сам ребенок уже решают, оставаться ему или не оставаться. Но советую всем начинать с гимнастики, потому что любой вид спорта, куда бы вы ни пришли, начинается с гимнастики. А есть и дисциплины, в которых женщины соревнуются на равных с мужчинами. Это, например, интеллектуальные виды спорта, вроде тех же шахмат или игры го. И часто дамская хитрость и смекалка становятся тайным козырем в подобных соревнованиях. Один или два года в шахматы занимаюсь. И три раза или четыре на соревнования были. У меня есть третий разряд. Я хочу стать чемпионкой мира. Но не всегда девушки и парни становятся соперниками друг для друга. Например, различные виды танцевального спорта объединяют всех нас. В этой ритмичной красоте и энергии мужчины становятся двигателем. А вот женщины отвечают за обертку всего номера. Привлекают на себя внимание зрителей, болельщиков и судей. В общем, женщины в спорте чувствуют себя, как рыба в воде. Радуя своими результатами родных и наставников, они также с гордостью отстаивают честь своего города, края и даже страны. Максим Яковлев. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин